925 домов культуры, 16 тысяч клубных формирований. Самая разветвлённая сеть учреждений для досуга и занятий творчеством функционирует в Подмосковье. Итоги года на предновогодней пресс-конференции подвела министр культуры Московской области Елена Харламова. Из-за ограничений на массовые мероприятия, дистанционный формат проведения мастер-классов, кружков, концертов, фестивалей стал для зрителя единственным способом приобщения к культуре. Этот опыт признали настолько успешным, что учреждения культуры будут использовать его и после снятия ограничений. Мы благодаря этому онлайн-формату дистанционному дошли до сёл, где у нас нет вообще никаких учреждений культуры. Нам стало понятно, что мы можем это на постоянной основе с расписанием проводить. Но ничто не может заменить личного контакта, пусть и с ограничениями. По проекту «Культуры Малой Родины» два государственных и 16 муниципальных театров получили федеральные субсидии на поддержку творческой деятельности. В их числе Щёлковский театр, который на эти средства подготовил и представил несколько премьер. Спектакли «Снежная королева», «Красная шапочка», «По щучьему велению», «Женитьба», «По гуголю». Спектакль областного тюза «Питер Пенн» получил премию «Звезда театрала» в категории «Лучший спектакль для детей и юношества». В трудный момент поддержка оказана и Щёлковскому кинотеатру. В период пандемии Министерство культуры обратило внимание на киноиндустрию. 21 частный кинотеатр получил поддержку от Фонда кино, в том числе и кинотеатр «Пять звезд». В этом году Щёлковский Центральный дворец культуры по оценке независимых специалистов и посетителей вошел в топ-10 учреждений культуры области. Та вершина, которой стремятся ДК для привлечения массового зрителя. Какое значение Министерство культуры даёт этому рейтингу и придаёт? Что это значит? Мы анализируем, беря этот рейтинг, а почему, за счёт чего. И то после анализа, за счёт чего и почему то или иное учреждение культуры стало лучше, мы начинаем это трансформировать на другие. Мы смотрим, почему у других не получается и предлагаем попробовать вести то же самое. То есть лучшие практики мы берём за основу. Событием года в музейной деятельности стало открытие подрузы военно-исторического комплекса «Зоя» в память о подвиге Зои Космодемьянской. После реконструкции музей стал более зрелищным. Цифровые технологии погружают посетителей в холодный ноябрь 1941-го. И на данный момент временные ограничения на посещение подмосковных музеев сняты. Предстоящие новогодние каникулы – традиционный период активности учреждения культуры. Об этом министр также рассказала на пресс-конференции. Я собралась в новогодние каникулы сама ехать на Лазотинку и ходить на лыжи. Что касается сферы культуры, значит, у нас есть 14 музеев. Есть классический Пушкин, Чайковский, в котором есть свои выставки, свои программы музыкальные и какие-то спектакли там происходят. Обязательно надо идти. Продолжение следует...